Здравствуйте, друзья! Поскольку это моё первое видео на русском языке, в частности в области языкознания, прежде всего хочу сказать всем вам добро пожаловать на мой канал и заранее поблагодарить за прослушивание моего видео. Зовут меня Мустафа, я лингвист, преподаватель русского и арабского языков и также преподаю турецкий язык, который является моим родным языком. В общей сложности я знаю 13 языков, пятью из которых владею на продвинутом уровне. Помимо этих 13 языков, в качестве исследования я изучал более 40 языков, из которых на сегодняшний день, я думаю, что у меня в голове осталось немалое количество информации и знаний. В сегодняшнем видео, друзья, я хочу посвятить одному из важнейших этапов приобретения и изучения любого иностранного языка, который является неотъемнимой частью данного процесса. Этот процесс должен знать каждый человек, кто учит или собирается учить иностранные языки, прежде чем приступить к изучению языка. Данную тему можно назвать ступеньками процесса обучения иностранному языку. Давайте пробежимся по этим ступенькам. Первая ступенька – это психологическая подготовка и понимание структуры языковой деятельности. Вторая ступенька – определение материальных возможностей и личных качеств, как языковые способности и навыки. То есть правильное и объективное определение возможностей, условий и способностей человека. Именно после определения этих моментов нужно приступить к изучению иностранного языка. Что представляет собой первый пункт? В процесс психологической подготовки входит несколько аспектов. Первое – это мотивация, что, собственно, является триггером всех наших осознанных решений и действий. Для того, чтобы мы хотели совершить какие-то действия, нам нужны определенные мотивы и причины, поощряющие, подбодряющие и, наконец, подталкивающие на совершение задуманного или желаемого. Мотивация проявляется, друзья, в двух видах. Первое – это внешнее. В этом случае все зависит от внешних факторов и обстоятельств. Например, студенты и ученики в основном изучают уроки, занимаются уроками для получения высокой оценки или просто для того, чтобы сдавать экзамен успешно. И все. Но, конечно, бывают исключения, которые я не собираюсь игнорировать, но это не относится к данной категории. Если вы сотрудник и работаете где-то, то тогда премии и бонусы, которые вы получаете в разные периоды, также являются элементами для внешней мотивации. Как вы видите, все эти мотивы мотивируют вас временно, а не беспрерывно на долгосрочной основе. Поэтому данный вид мотивации можно назвать также краткосрочным источником мотивации. Если первая была внешняя, отсюда следует понять, что вторая будет у нас внутренняя мотивация. Образно говоря, когда желание совершить действие и что-то изучить, желание что-то изучить, прямо происходит изнутри человека. Подобные люди всегда сами проявляют инициативу и желание учить что-то новое или совершить какие-то действия в независимости от внешних факторов и обстоятельств окружающей среды. Люди с внутренней мотивацией всегда склонны узнавать и познавать многое самостоятельно и без посторонной помощи. Для примера, студенты или ученики, или кто-нибудь, не важно, учатся исключительно, которые учатся исключительно ради знания и ради получения знаний и информации, как раз таки относятся к данной категории. Для подобных людей не нужно искать какие-то причины, мотивы. Эти люди, подобные люди, всегда сами проявляют инициативу и находят желание и силу внутри себя. Ставить цель, идти к ней и добиться. Так, друзья, для более яркого результата нужно комбинировать эти два вида источника мотивации. Если у вас отсутствует один из них, то будет очень хорошо, если вы сможете образовать все необходимые условия для создания этих двух видов источника мотивации. Перед заключением хочу сказать, что если у вас имеется очень сильная силия воли и большая мотивация, тогда вы сами сможете добиться много чего, даже без инструкции, без метода. Но метод опять-таки имеет очень большое значение, о котором я собираюсь говорить на следующем видео. Только, друзья, один момент. В качестве роли модели знакомство с успешными людьми также является одним из важных элементов для внутренней мотивации. Встретив людей, добившихся больших, хороших результатов, вы имеете возможность получить вдохновение. А если эти люди тем более будут вам оказать содействие и солидарность, тогда результат непременно удвоится за более короткое время. Последний момент все-таки, друзья. Поскольку я стараюсь снимать это видео спонтанно, приходит идея одна за другой. Только очень высокая мотивация, осторожно здесь, может вызывать нежелательные эмоциональные реакции, как стресс, волнение и напряжение, что, собственно, приводит к ухудшению выполнения работы и задачи. Научно и экспериментально доказано и установлено, что существует определенный, вернее, оптимум, оптимальный уровень мотивации, при котором работа и задача выполняются, и деятельность выполняется намного лучше. Но, конечно, я должен сказать, что это работает для данного человека и в конкретной ситуации. Не для всех. Только не надо перепутать. Так, друзья, у меня сегодня все. Спасибо за прослушивание. В следующем видео я буду рассказывать о методах и правильных подходах к изучению иностранного языка, что является ключевым фактором как успехов, так и провалов у многих людей. Спасибо. До встречи.